Получите акцию Газпрома в подарок. Откройте брокерский счет с этим промокодом. Чтобы купить первые ценные бумаги, хватит 10 рублей, а понадобятся деньги, выведите за секунду. Откройте счет в Тинькофф Инвестициях. Всем добрый, Дэн, скучали ли вы? Вот в чем вопрос. Надеюсь, что скучали. По крайней мере, знаю, что некоторые точно, потому что в комментариях неоднократно встречал ваши вопросы. Что же там с компьютерным проектом? Где он вообще, Дэн, ты что, забросил свою гениальную идею, свой бизнес по компам? Претензии и жалобы принимаю, и сегодня предлагаю вдоволь насладиться моими попытками заработать на мощнейшей игровой ПК i9 поколения, ну, на процессоре i9 для игр, монтажа и вот всего такого вот, зачем мне он нужен? Вот уже несколько серий подряд я пытаюсь с нулем знаний да и денег в кармане освоить древнейшую профессию перекуп компов. Если вам нравятся все эти компьютерные движения, обязательно ставьте лайк. Ребята, это очень сильно мотивирует снимать дальше, развиваться и так далее. Ну и, конечно, не забывайте про комментарии с советами, потому что здесь сидят настоящие хакеры, компьютерные эксперты и вообще без всякого сарказма спасибо, что их пишете, потому что ваши советы это то, что заставляет меня двигаться дальше и исправлять свои ошибки. Пишите обязательно, ну а я, конечно, благодарю счастливчиков-косарем за такую работу. Итак, мы начинаем. Давайте напомню о том, сколько денег вообще осталось в прошлой серии, потому что она была так давно, что даже я не помню. Бюджет 25,5 и комп, который так и не успел продаться за неделю. Зато продался чуть позже, и мы даже этот момент снимали, когда я его продавал, вручал человеку, но, увы, потерялся материал. К сожалению, я его весь день сегодня искал. Однако вот вам подтверждение, переписка с продавцом. Он сторговался до 30,5 тысяч рублей, скинул залог в 3000, ну и я отвез ему компьютер. Проблем не было, кроме странной истории с паролем. Вроде все заработало в итоге, так что претензий больше не оказалось. Получается, в нашем компьютерном проекте сейчас есть целых 56 тысяч рублей, а значит, можно продолжать зарабатывать. Все это время я пытался найти какие-то более интересные варианты заработка на компьютерах, и помимо Arvita еще рылся в разных пабликах по типу купи-продай и так далее. И в одном из них получаю такое предложение. Продаются ПК из компьютерного клуба, которых есть 4 штуки по 31 тысячу рублей, на RTX 2060 Super и процессоры i5-M9600. Также есть вариант попроще. 5 штук на 1660 Ti за 21. Цены более чем приятны, если посмотреть рынок на эти видеокарты и в целом на комплектующие. Связываюсь с представителем в Телеграме. Договариваюсь взять на пробу по одному компьютеру, так как больше денег у меня, сами понимаете, нет. Ближе к вечеру получаю уже точную информацию и выезжаю. Так, мы приехали в Кудрово. Я не смог припарковаться, вот у мусорки встал, потому что здесь просто жесть. Сейчас в пик приехали, где-то находят склад как раз вот этого мужчины, который продает имущество клуба. Или они переезжают, короче, не понял. Но ситуация такая мутновата, потому что какая-то очень хорошая цена на эти компы. Но все проверим. Айдена никто еще не обманывал и не обманет. Добрый день. Добрый день. Денис. Там нет вины, да, сейчас? Есть. Я вам поставил чистую пробку, он все нормально. Так как компьютеры уже проверили и сбросили, там теперь, кстати, чистая лицензионная винда вшита в материнскую плату, просто перевожу мужчине 52 тысячи рублей. Все-таки в компьютерном клубе находимся, а не где-то в подъезде. Нет, она вообще люкс. Цена дикий шикарный люкс. И у них таких компов еще 5 штук осталось по таким же ценам. Но у меня в бюджете денег нет нифига. Они почищенные все. Они офигенно смотрятся с корпусом стеклянным. Здесь я его не разбил. Еще лицензионная винда, полностью вшитая в материнскую плату. Ну, тут все по правилам. Это сетевой клуб какой-то, скорее всего. Поэтому, ну просто, ребят, это удивительно. Поэтому я вам говорю, надо не только чекать Авито, а еще и всякие разные группы ВКонтакте. Все, сейчас второе еще принесем. Все, ребят, ну это радость. Я реально, я чувствую, что это победа. Потому что не я собирал, значит, исключены какие-то проблемы. И мы это просто выложим. Все чисто. Вообще делать ничего не надо. Были бы деньги, говорю, в проекте, ты 1150-200. Мы бы вообще закупились нормально. Все скупили бы у этих ребят. Хотя, может, тоже я рано радуюсь. Это не продастся мне нифига. Итак, друзья, перед вами первый наш кандидат на успешную продажу. Не знаю, я капец как сильно верю. Мне кажется, мне так повезло, как не везло еще никогда. Потому что я нашел это объявление. И, значит, вот компьютер у нас, который за 21 тысячу я забирал. 1660 Ti Gaming X, Intel i5-9400F. Хороший, современный относительно процессор. HyperX оперативка. Давайте его запустим. Ну, как бы я его не проверял в клубе, потому что был уверен, что... А, не работает что-то. А, все работает. Просто надо включить блок питания. О, смотрите. Наш любимый корпус. Вот такой вот. Аэрокуловский. Раньше мы этой бюджеткой пользовались. Но белые вариации я еще не встречал. Посмотрите, кулер светится. Видеокарта 1660 Ti Gaming тоже светится. Здесь, конечно, нам без HDD-шника выдали. Потому что SSD-шка, скорее всего, тут радоновская. Не знаю, гигов, наверное, на 200. А может быть, даже и на 100. Ну, извините, за такие деньги... За такие деньги просто сам Бог велел, как говорится. Я не знаю, может быть, я, конечно, сейчас напишу в комментариях, что дорого взял. Но мне кажется, что в кои-то веки мы очень быстро этот компьютер сможем продать. Посмотрите. Просто. 21 тысяча рублей. Дипкуловский блок питания профессиональнейший. DA600. Ничего не шумит. Все почищено от... То есть, это идеально собранный. Там еще такой кабель менеджмент. Вы даже представить себе не можете. Я даже вот своими руками не могу такое сделать. Винда к тому же стоит чистейшая. То есть, уже официальная лицензия. Ничего не надо делать. Ни о чем не надо думать будущему покупателю. Все за него уже сделано, куплено. Очень хорошая будет прибыль. Блин, не терпится выкладывать. Пойдемте. Выкладываю этот вариант со всеми характеристиками. И ставлю цену в 26 900 рублей, чтобы с торгом заработать тысяч пять сверху. А пока у нас модерируется объявление предыдущего компьютера, давайте обратим внимание на более интересный корпус. Он и обширнее, и масштабнее. Здесь у нас уже водяное охлаждение HyperX-овское. И материнская плата, обратите внимание, карбоновая. Тут все прям офигенно. И Type-C-шка сзади есть. И задняя планочка смотрится современно. Просто шикарный компьютер за 31 тысячу рублей, за который я купил. Это просто подарок, ребята. Ну, скажите, что я молодец. Кстати, HyperX-ы должны, наверное, гореть. Здесь оперативная память даже с... Вау! Просто шикарно. Она включилась. Посмотрите, какая здесь иллюминация. Вы посмотрите, здесь также MSI-ка горит. Также у нас водянка идет. Все охлаждается. Кулеры крутятся. Еще M2-шная здесь SSD-шка стоит. Это просто что-то с чем-то за такие деньги. Ну и этот ПК тоже публикую на Авито. Ставлю цену в 39 900. Итак, давайте посмотрим, как продается первый вариант. Сначала его захотели забрать Авито-доставкой. Еще раз уточнили, точно ли он нормальный. Нормальный. Просили про торг с доставкой, снова торги. В общем, ничего интересного. И вот нашелся потенциальный покупатель, который сторговался за этот коп до 24 с половиной тысяч рублей. И я, недолго думая, согласился ему его отправить. Но перед этим хочется еще продать и вариант подороже. К тому же по нему немало сообщений. Так, захотели забрать Z36, потом классический игнор. 35 тысяч, цена еще хуже, ну и... А некий пользователь предложил даже больше, 40, но потом ушел в закат. Было предложение обменяться на более современный Ай-3, но, честно говоря, смысла в этом особо не вижу. Напишите, если я оказался неправ. В конечном итоге нашелся онлайн-покупатель за 36 тысяч рублей. Вердикт всегда пишите в описании, что отправляете товары по всей России, потому что в регионах таких цен на компьютеры просто нет. Вообще, я хотел, конечно, эти компы упаковать, ну, здесь и просто в SDEC, который рядом со студией находится, отнести. Трек-номер у меня уже есть. Но это небезопасно, потому что, видите, здесь нужно попырку засунуть, потому что компы все-таки, ну, не дешевые. Как минимум, стекло здесь, особенно в этом экземпляре. Так что я, наверное, отвезу их в скупку сейчас. И там уже мы все сделаем, чтобы было максимально безопасно, чтобы можно было в футболом играть. Поиграем в футбол этими компами. И уже после этого они отправятся своим потенциальным покупателям в разные игры. Упаковываю два компьютера для отправки с SDEC и иду туда. Так, все, друзья, два компа, продано, отлично, идем дальше. Получается, с двух этих лотов я заработал 8 с половиной тысяч рублей, практически ничего не делая. Ладно, давайте теперь соберем что-нибудь только чернее на все бюджетные деньги. Попробуем бюджетный игровой ПК, базовый, скажем так. Сначала я хотел рискнуть и купить вот такую начинку. Материнка сразу с пятым Ryzen всего за 9 тысяч рублей. Но тут есть очень важный момент чапитильный, я даже так сказал. Плата рабочая, а процессор неизвестный. Вот этот вариант, конечно, очень интересный. Я помню, что мы ножки выпрямляли, когда я их загибал лично. Я их загибал очень сильно. И главное, чтобы эти ножки были ровные. Так что если сейчас вот это то, что висит за 9 комплектом, получится забрать тысяч за 7, хотя бы за 8, то будет очень круто. Единственное, мужчина меня игнорирует, потому что у него нет этих телефонных звонков. Но я очень хочу забрать. Ну и самое забавное, что в профиле продавца процессор, этот же самый, который продается с материнской платой, висит отдельно и указано, что погнулись ножки при падении. И после этого что-то рисковать, даже выпрямлять ножки как-то не хочется. Мало ли он сам погнулся. Попробуем на стандартный Ryzen 2600, и в Питере вариантов не оказалось дешевых. Зато нашел в Москве за 2600. Ryzen 2600 за 2600, это прям каламбур очень смешной. И я просто его заказал. Пока ждем процессор, покупаем материнку. Приглянулась такая. Мужчина в лифте предупредил, что у него есть две собаки, и одна из них очень радует людям. Когда я зашел в квартиру, сразу понял, что дела пойдут как по маслу. Две замечательные собачки и не будут жить у плохих людей. Мы немного полоскались, и мужчина провел меня за стол проверочный. Там меня уже ждала мать в полной боевой готовности. Проверили двух канал, картинку, звук, в общем, все супер. Продавец явно коллекционирует комплектующие, их тут очень много. И если бы я предупредил заранее, что мне нужна еще видеокарта и блок питания, мужчина бы их поискал. Но сейчас, как он сам сказал, это будет сделать проблематично. Он еще куда-то спешил, поэтому не будем его задалбыть. Упаковываю им плату и перевожу ему 4555 рублей. Две собаки. Просто уникальный лабрадор. Просто понимаете, ребят, когда человек к тебе располагает, когда у него есть собаки, то есть это знак доброты, ты сразу же понимаешь, что тут можно доверять. Конечно, жалко, что он в процессе переезда, потому что видеокарту я бы сразу у него забрал. А так, все проверено. Шикарная картинка. Многие реально писали, что я вот беру крутые процессоры, типа Ryzen 2600, а вставляю их в дешевые материнские платы. Эта материнская плата не супер-дорогая, но она прямо уже из сегмента профессиональных. Так что я счастливый и довольный, что сделал покупку у хорошего человека. Иду дальше. Надеюсь, тоже хорошие люди сегодня нас будут ждать. С хорошими собаками. Далее едем за видеокартой. Ставить будем 8-ми гиговую RX 580 по очень сладкой цене. Приехали мы в небольшой магазин-склад. Я уже тут брал, кстати, блоки питания как-то раз. Ну и проверяем карту на стресс-тесте. Что очень важно, продавец заверил, что на карте не майнили. Она, конечно, уже старенькая, но состояние просто супер. У него же забираю блок питания за 2000 рублей на 600 ватт. Сделка состоялась. Ну что, ребят, сегодня вот я пока все собираю. По-моему, у нас каждый компонент был проверен. Здесь мы в магазине, значит, забрали за 5000 эту видеокарту. Проверили тщательно. 70 градусов максималка. Ну, до 80 может раскрутиться. Но, извините, погода дико жаркая, поэтому все в порядке. Непаяная, немаяная. Все с ней хорошо. MSI-ечка. Видите, каждый здесь транзистор-резистор в идеальном состоянии, в котором все должно быть. Пломбы, опять же, повторюсь, не трогались. И даже наклеечка вот эта осталась на вентиляторе, на кулере, который говорит о том, что кулеры у нас тоже не менялись, скорее всего. А, еще взяли блок питания. Thermaltake тоже наипрофессиональнейший, очень тяжелый, качественный блок питания. Полностью его также проверили. И что у нас там, значит, есть? Это есть в скупке, SSD-шки есть. Ой, осталось корпус из такого серьезного, да, приобрести. А корпус будем забирать мой любимый белый новый из ДНС. Оплачиваем 3800 за корпус и едем в скупку. В общем, корпус шикардосный, друзья мои. Я его обожаю. Я его не рекламирую ни в коем случае, но он классный. Сейчас мы пойдем в скупку. Там я это все буду собирать. Кстати, и вы смотрите этот выпуск 30-го числа. Если вы его смотрите 30-го числа, он должен выйти 30-го числа, снимается он раньше, то нас уже выгнали из старой скупки. А новая скупка пока еще ремонта нет там. Но это уже, вы знаете, в других сериях. Но это я просто вам говорю о том, что сейчас мне как-то надо понять, что делать со скупкой, куда людей отправлять, куда их засовывать вообще. Есть один момент, по поводу которого я хотел бы с вами проконсультироваться. Могу ли я так делать? Или это, наверное, не совсем честно, как мне кажется. Потому что у меня есть своя полка. Она так и называется, полка Айдена. И периодически сюда приходят люди дарить какие-то подарки. И мне один из людей сюда зашедших, замечательных зрителей, подарил вот оперативную память. Поэтому мы оперативную память сегодня получаем бесплатно. Но, наверное, в рамках проекта вот этого по заработку на компах, не совсем честно. Вот напишите, как вы думаете, имею ли я право воспользоваться своим служебным положением и взять себе бесплатно то, что мне подарили. Также мне подарили здесь SSD-шку на 128 гигов. Но мы ее не будем брать. Мы возьмем свои, которые у нас 500... 480. На студии они остались, поэтому будем комп-удоги собирать на студии. Уж извините. То есть мы отсюда забираем оперативку. И получается вот. Есть здесь кулер еще. Deepcool-овский, который как раз под AM4-й сокет. Короче, подарки принимаем. Вот забираю два подарка. Кулер и оперативная память. Остальное все у нас уже куплено, все готово, все есть. Короче, поехали на студию. Процесс сборки ничем особенным мне не запомнился. Так что просто смотрите, как я это все собираю в дикой жаре внутри студии. Немножко я, конечно, отвык. В жаре очень сложно собирать компьютеры, я вам так скажу. Итак, погнали. Очень тихо, замечательно работает. Красивая подсветка. Так, и по сигнальной части. Мне просто на телевидении выводится, пока нет сигнала. Так, короче, ничего не включается, возможно, проблема с телевизором. Так что поднимали, уже просто ночь, я уже мучаюсь. Сейчас попробуем, вот напрямую я воткну в монитор, где все работало. Включаем. О, так, друзья, все у нас определяется. Идеально. Я уже испугался сначала, что там переходничок не сработало. Короче, сейчас я ставлю винду и иду фотографировать, выкладывать на Авито. Не забываем добавить и 2000 рублей за SSD-шку на 480 гигов, новую. Кстати, себестоимость этой красоты чуть меньше 20 тысяч, а значит, без стеснения я выкладываю его за 26700 рублей. Начинается все с торгов и, видимо, не на 600 рублей человек рассчитывает. Сорвалась не очень выгодная сделка до Благовеченска, но человек просто ушел в игнор. На коленях стоять не буду умолять купить компьютер, у меня еще миллион желающих. На самом деле, особо никто не хочет покупать этот компьютер. И я уже снизил цену до 24 690 рублей. И один человек доторговался со мной до 24 с половиной. Ну, доставка до его города здесь будет с меня. Клиент взял паузу подумать. Итак, друзья, результаты у нас не плачевные, как могло показаться. Очень повезло с компами из компьютерного клуба, который мы купили. Ну и не очень повезло на то, что повезло. Просто не продается пока вот это мой свежесобранный компьютер. Пока вот с такой дверкой замечательной, с хорошей видеокартой, действительно хорошей. И хотелось бы хотя бы тысячи три заработать с него, но, видимо, не судьба сейчас это сделать. Но надеюсь, что в течение какого-то времени, как обычно, мы это все продадим и будем дальше работать. Пишите свои комментарии с советами, что вы думаете по этому поводу. Что собрать в следующих сериях? Надеюсь, что компы были вам интересны. У меня есть второй канал, там ролики тоже выходят иногда. Также есть телеграм-канал IDENTOVAR. Ну и во Вконтакте выходят эксклюзивные серии, в которых я обзреваю бизнес и подписчиков. И в последней серии, которая вышла во вторник, мы как раз съездили в Сочи, посмотрели на пляжный бизнес. Очень интересная серия о том, сколько ребята зарабатывают. Необычный там способ. Посмотрите, пожалуйста, ссылочка будет в описании. На этом все. Удачи. Пока. Надеюсь, продастся.